На основании прогнозного плана приватизации, утвержденном на 2019 год, Комитет по распоряжению муниципальной собственности и земельными ресурсами произвел оценку объектов, которые включены в прогнозный план приватизации. Это нежилые помещения, расположенные по улице Ленина, 126, находящиеся на первом, втором и третьем этажах, и нежилые помещения, находящиеся по адресу Советский дом 53-1, и нежилые помещения подвал 53-2. Нежилые помещения по улице Ленина, 126, рыночная стоимость составляет 7,570,000 рублей. Нежилые помещения, нежилые здания с холодной пристройкой по улице Советской 53-1 составляет 1,217,341 руб. И нежилые помещения подвалы, находящиеся по адресу Советской 53-2, составляет 501,038 рублей. Данные были предоставлены независимым оценщикам, торги будут проходить на электронной площадке Сбербанк. Второй этаж 3,380,400 рублей. Я помню, когда проводился турнир, у нас проводился аукцион по размещению в гостинице, по-моему, где-то по улице была, слепарь, изменять 600,000 рублей. У нас турнир проводился где-то уже седьмой год, 6 на 7, 4 миллиона 200. То есть уже получается ситуация. В докладе главы администрации подключалось, что у нас в 2019 году проходило 1320 спортивных мероприятий. То есть вот какую сумму мы оплатили на сторону, и за какую мы сейчас продаем именно то место, где в свое время была как спортивная гостиница. это потому, что вы, как ваш комитет, управляете имуществом, управляете имуществом, которое находится в вашем мире. Вот такая рефлексия. То есть если мы сейчас рассчитаем с вами количество комнат, которые необходимо привести в порядок, а там надо привести не только отопление, мы знаем, какое там состояние, там надо воду, канализацию, свет, безопасность сейчас, то есть минимум капитальный ремонт одного квадратного метра будет составлять порядка 15 тысяч рублей. Вот это грубые такие расценки. С тем, чтобы, я еще раз говорю, привести полностью все коммуникации, для того, чтобы они там просто были, чтобы можно было бы ребятам там находиться. Поэтому это первое. Второе. Загруженность этого объекта, именно спортсмены, она не будет с цикличностью, как в гостинице, которая у нас есть, там Арбат или там Изумруд, или какие-то более комфортабельные гостиницы. Поэтому с учетом затрат необходимых, на капитальный ремонт, окупаемость его, если говорить об окупаемости, она будет крайне длинная, крайне длинная, если не сказать, что она бесконечная. Да, у нас есть места сейчас рядом на стадионе энергии, это очень удобно для ребят, которые приезжают или на беговые соревнования, или на гимнастику. Сейчас мы готовим полностью второй этаж, и уже проходили со всеми руководителями школы, в школе бокса, там все практически уже подготовлено, окна практически все заменены, нам только небольшой внутренний ремонт сделать, там будет порядка 12 комнат, достаточно хорошая комната, уже непосредственно в школе бокса, и для школы бокса, и для школы сам. Это когда планируется? Ну, хотелось бы в этом году. Хотелось бы в этом году. Ну, я видел, там хорошие, конечно. Да, то есть там много уже проведено, в принципе, база уже неплохая, нужно сделать необходимый косметический ремонт, буквально две недели назад мы там проходили, с руководителями спортивной школы, то есть это вторая часть, которая будет крайне, на самом деле, востребована для всех спортивных школ. О том, хотел сказать, как управляется вообще имущество муниципальное, это не только вот именно сегодняшний год, я имею в виду предыдущие годы, когда эта чайка, она работала, был там хозяин, то есть был арендатор, вот, и все оно содержалось в нормальном виде. Как только этого арендатора убрали, и все рухнуло, и превратился в хлопок. То есть я не знаю, при ком это происходило, то ли при предыдущем, то ли еще при предыдущем. Как только убирают кого-то, все, и восстановить очень сложно. Я приведу премьерную Менделееву 16, были художники, наши муниципальные художники, здесь, в нашем городе, сидели в этом здании, здание было нормально, поддерживал все. Не знаю кто, взяли и убрали, сейчас брошенный, его даже за копейки никто не берет. Вот в чем дело, вот так управляли они имуществом, понимаете? Если бы там кто-то был, содержалось потихонечку, оно бы ценности имело, так и с чайкой, так и с Менделеевым, так и с другими рядами муниципальными имуществами, которые находятся в виде комитета управления. Я не именно вам, что это вы довели. До вас кто были, хотя мы тоже там давно работали в этом комитете, до вас руководители были. Как только убрали нормальную, эффективную управление, не знаю, с чем это было связано, может хотели себе прибрать, какими-то путями что-то не получилось. Был такой шмоток, я помню такую ситуацию. Что насчет чайки шмоток с настоятельным принял решение расторгнуть договоры? Его не надо, его довели, я это лично знаю историю, довели его конкретно, различными проверками, различными там шантажами. Я его точно знаю, я его лично знал, вы не знаете эту ситуацию. Довели. Художники что, сами ушли что ли? На Минделеев 16? Их тоже оттуда выиграли, и ваши люди, ваш комитет. Я не говорю, что именно вы. Художники были, я их всех там знал, всех художников там, Зюков был, там еще ряд наших художников известных, Волоковских, заходил бы неоднократно туда, нормально было, и отопление работало, все коммуникации работали, они где-то ремонт подержали, а сейчас ужас, как вот Том Павлов в Волгограде, посудил такая ситуация. Управлять надо правильно.